Доверчивость и беспечность. Именно из-за этого граждане становятся жертвами мобильных мошенников, отмечают сотрудники правоохранительных органов. Сколько жителей Алданского района попали в сети киберпреступников и как не потерять заработанные деньги, расскажет наш корреспондент Татьяна Вахнина. Реквизиты личных финансовых документов должны оставаться тайной за семью печатями, не устают повторять сотрудники правоохранительных органов. Число случаев мобильных мошенничеств неуклонно растет. За без малого 9 месяцев 2016-го в ловушки киберпреступников попали десятки алданцев. Мобильные мошенники в этом году активизировались по сравнению с прошлым годом на 215%. У нас возросло общее количество уголовных дел в возбуждении производства. От 4,5 тысяч рублей до 800 тысяч рублей. У нас в этих пределах варьируются суммы похищенных денежных средств. Мошенники действуют по разным схемам. Внедрение вредоносного программного обеспечения в систему мобильного телефона, завладение сим-картой, к которой подключена услуга мобильного банка, преступники не гнушаются ни одним из средств. Популярным остается поиск жертв на сайтах объявлений о продажах. Контакт происходит по телефону. Клятвенно заверяя продавца в намерении совершить сделку, мошенник настаивает на задатке, а то и вовсе на полной предоплате. Для перевода денег ему необходимы всего-навсего номер счета, а также прочие цифры, которые значатся на прилагающихся к карте бумагах. Ни в коем случае нельзя сообщать кому-то ни было номер своей карты, номер расчетного счета, пин-коды, не передавать свои банковские карты посторонним лицам. Как показывает практика, жертвами мобильных мошенников становятся держатели карт Сбербанка России. При всем многообразии преступных схем залогом успеха для мошенников остается доверчивость и беспечность граждан. Татьяна Вахнина, Сергей Супачев, НВК САХА, Алдан.